Еще пять лет назад, когда в Манитогорских детских садах была впервые введена в штатное расписание должность физкультурного руководителя, в ПЭД-институте было принято решение о подготовке специалистов этого уровня. Сейчас выпускники Дашвака работают в десятках детских учреждений города. В основном это бывшие спортсмены, которым учеба в ВУЗе позволила продолжить выступления на соревнованиях самого разного уровня. Такое впечатление будет, как говорят футболисты, вы не доиграли. Ну, может быть, не доиграли. Вы прожили в спорте определенный период жизни, так, да? Не пожалели сами о том, что занимались спортом? И желаете ли того вот этим вот юным существам? Да, конечно, не пожалели. Поездили, страну посмотрели. Теперь детей агитируем, если понравится, тоже могут добиться чего-то, если захотят. Спортсмены и тренеры и прежде привлекались к работе с малышами, но лишь на условиях почасовой оплаты. Им, как правило, не хватало знаний, теории и методики физического воспитания, анатома физиологических и психологических особенностей детей такого возраста. В ВУЗе эта работа была поставлена на серьезнейшую научную основу. Себя помнишь в 4 года? В 4 года, да, я была подвижным ребенком. Я помню, что действительно мне нужно было постоянно где-то двигаться, чем-то заниматься. Я очень любила кататься на лыжах. Воспитатели нам устраивали некоторые соревнования. Мы совершали спуски с гор, набивали очень много синяков. Закралась мысль тогда еще, да? Я вот закончил институт, приду в детский сад и вот тогда, да? Ну, вообще-то, конечно, я хотела стать тренером, но так сложились обстоятельства, что пришлось окончить институт именно здесь, в Магнитогорске. И, ну, детей я вообще-то люблю. А тебя дети любят? Меня? Ну, пока трудно, наверное, сказать. Ну, да. То, что ветер перемен заставил отечественные ВУЗы держать нос по этому самому ветру, факт очевиднейший и не требующий комментариев. Но и здесь Магнитогорский ПЭД впереди всех на пол институтского корпуса. Создавая новые специальности, ВУЗ гарантирует своим выпускникам то, что они будут востребованы непременно. И нет сейчас необходимости, к примеру, уезжать за дипломом о высшем образовании в Челябинск сотням Магнитогорских спортсменов. Знания и квалификацию можно получить и дома. Занимался партийным ориентированием. Потом, ну, еще боксом немножко в детстве. То есть уходило автономное плавание, да, в лес на три дня. Это никто не мог найти, да? Ну, почему? Я сам искал дорогу. Это вот дорога, которую нашел, я имею в виду, ПЭД-институт. Светлая дорога, да? Я думаю, что да. Мы окончили перед этим педучилище. И здесь узнали, что есть на ДОШВАКе такой инструктор по физическому воспитанию. И мы пошли, поступили. Сейчас вы с Димой кто? Сейчас мы инструктора по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. Наша прямая, специально. А в школе можете работать? Да, также можем работать и в школе, потому что уже в училище мы получили определенные навыки. Ну, практически уже поработали с детьми, так сказать, в школе уже на практике. Блеск олимпийских медалей пока не застит глаза этим нашим юным согражданам. Им просто нравится двигаться. Научить их правильно двигаться вовсе не означает стеснять их свободу. Наоборот, воспитатель должен увидеть в четырехлетнем карапузе чемпионские задатки и ненавязчиво помочь ему их развивать. И только для нас это дело относительно новое. Во всем мире давно так и поступают. И когда мы встречаем опрятных граждан цивилизованных стран и удивляемся их осанке, вымытой кожи, уверенности и оптимизму, откуда, мол, это у них? А с детства? Вы глазом профессиональным увидели в этих трехлетках, допустим, гены будущего чемпиона. Вы можете сейчас, допустим, сдать ему паспорт, ну, такой условный, для того, чтобы он пошел в школу Олимпийского резерва, к примеру? Ну, сейчас все-таки, наверное, рановато. Все-таки мы ставим перед собой, прежде всего, задачу такую. Не готовить сейчас чемпионов как таковых, а все-таки охватить, постараться дойти до каждого ребенка, всех. Что плохого во второй задаче? Что плохого во второй задаче? Ну, эти задачи, наверное, где-то вот в большей степени в подготовительной группе уже можно, так сказать, элементарно. У нас студенты, мы им даем диагностику и оценки физической подготовленности, и оценки физического развития, и уже какие-то определенные задатки мы можем видеть элементарно. Вот, к великому сожалению, нет такой связи, что я имею в виду? Мы диагностируем их, и они бы дальше пошли, в школу, понимаете? И вот тогда бы был естественный рост. Вот тогда мы могли бы говорить о том, что мы, да, какая-то есть преемственность между детским дошкольным учреждением, между школой, детской спортивной школой и подготовкой Олимпийской резервы. Да, конечно. Это профессиональная лига, вам должны платить деньги за то, чтобы отыскали чемпиона будущего? Да, желательно бы, конечно, желательно бы, конечно. Но пока не существует. Ну, мы живем не богато, но, тем не менее, так сказать, благодаря руководству нашего института, хотя это довольно-таки непросто, это требует определенных затрат, я имею в виду материальных, кадровых и так далее, но, тем не менее, так сказать, идут нам навстречу, и не только, так сказать, нам. И в этом смысле, конечно, мы благодарны институту, благодарны, прежде всего, нашему ректору Владимиру Федоровичу, который восприимчив ко всем новациям, в том числе и, конечно, спортивным.